Качество воды в Краснополе Мы уже рассказываем, и жители республики, и не только республики уже пристально следят, что и правительство Хакасии, администрация Алтайского района сообщили о нахождении, активисты, общественники сообщили о нахождении в воде превышения ПДК по урану примерно в 4,9 раза. Это якобы протоколы мы не видели, но якобы это показал анализ Роспотребнадзора, есть судебные решения при остановлении работы скважины и семи водоразборных колонок. Также решается вопрос о подключении новой колонки после получения анализов от Роспотребнадзора. Мы вот уже с вами переговорили немножко и знаем, что вы не верите, что в воде можно найти уран. Расскажите о своей позиции. Ну я, может быть, маленько издалека. Мне лет 7 назад пришлось ознакомиться со статьей, когда Институт геологии в России, это с 46-го, 47-го по 50-й год был расформирован, и 43 члена этого института со званиями, с учеными степенями, академики, доктора наук, кандидаты наук были посажены в лагеря со сроком от 5 до 15 лет. По навету корреспондента газеты «Правда», я забыл ее фамилию, не помню ее фамилию, мне не стоит важно. А как это связано с Хакасией? Да, в стадии того, что нужно это сырье. Ну, здесь тогда, в те времена Сталина и Берии, и я не осуждаю ни Берия, ни Сталина за это дело. Ну, мы сейчас это не касались. Мы не делаем политическую сторону. Но, вот 47-то человек было посажено, и из них человек, наверное, 12 или 15 умерло в тюрьме. От инфарктов, от побоев, не важно от чего. Значит, и около 60-го года, в 54-м году, они были все реабилитированы. Все. И кто посмертно, а кто пожизненно, и были отпущены из этих лагерей. По причине того, что, значит, после смерти Сталина было дано задание Министерству геологии проконтролировать это дело и найти эти залежи, которые должны быть на юге Красноярского края и в Хакасском и Ночистском котловине. Не нашли. Перерывили все, ничего не нашли. Ну, получается, я понял уход ваших мыслей. Да. То есть, если тогда не нашли, то откуда этот уран взялся сейчас? Сегодня. Уран, значит, залежи урана рудного, значит, предполагают в состав входит уран-238, уран-235, с порядковым номером, таблицей элементов Менделеева, и 234. Значит, у первого период полураспада это 4 миллиарда 500 лет, 500 тысяч лет период полураспада. Тогда еще человечество не было. Человечество не было. Вот по распаду урана как раз определяют возраст пород, все прочее. У второго-235-го 1500 миллионов лет период полураспада, и у 234-го это 750 миллионов лет период полураспада. Я могу ошибаться там, ну, 100-150 лет, в ту шубую сторону, при таких цифрах, это допустимо. Это еще когда каменный пуголь, грубо говоря, был лесом на территории. Да, лесом, да, здесь. Примерно так. Ну и вот, сколько лет эта скважина работает? Ну, я думаю, в советских времен. В советских времен. Ну, 20, это, я думаю, минимум. Нет, больше, больше. А я и говорю, минимум 20. Лет 60, точно. Потому что года до 70-го, до 68-го, Краснополе, значит, Смирновка, это Барти раньше называлось, воду вазили. Воду завозили, питьевой воды не было. Когда пробурили скважины артезианские, появилась вода. Стали ее чистить. Получается, когда ее стали пить, по идее, в советские времена, не по идее, а там это было требование, проверяли ли досконально. Конечно. И если бы там был уран, он был еще с тех времен. Совершенно правильно. Вот я сейчас хотел бы задать работникам лаборатории Роспотребнадзора. Когда они выявили радиоактивность, радиоактивное заражение воды в этом источнике, и если вторая скважина, как они говорят, вот через неделю мы узнаем, там, может быть, там и нету, если вторая скважина забита на эту же глубину... Там горизонт воды активный получается. На одном горизонте, с одного горизонта, то нет. А вот скважины, которые питаются с первого горизонта, вот, могут не показывать радиоактивного заражения воды. И, исходя из этого, я делаю выводы, что радиоактивное заражение воды произошло газом родом, которого на территории Хакасии вполне достаточно. Это радиоактивный газ. Но у него период полураспада, там, 3,8, что ли, дней, ни лет, ни сотен лет. Ну, это, вот, как есть теория, что его можно вообще, создавая фонтанчики, он будет выветриваться сам по себе. Совершенно правильно. У нас такой случай был, вот, года 4 или 5 лет назад, когда затопили шахту Енисейской в Черногорске. Когда вся Хакасия почти бегала, значит, что делать, что делать, там, радиоактивность в больнице, поликлинике. Значит, закрыли поликлинику, там, на 9-м поселке. Начали обнаруживать радиоактивность в жилых домах, в подвалах. В подвалах газ скапливался. Да, потому что газ Радон в 7 раз тяжелее воздуха. Я тогда объяснял, я не знаю, я не помню, кто-то брал у меня из корреспондентов, я не помню, кто. Ну, брали тоже интервью, я давал, рассказывал свое, высказывал свое мнение. И сейчас я не говорю, что это догма, что я говорю, но это мое мнение. Когда затопили шахту, когда она работала до затопления, была оборудована вентиляция, система вентиляции. Газ выбрасывался в вентиляцию в атмосферу, и ПДК, или ассимиляционного порога, не достигал, и никто его не ощущал, и за мерам он не поддавался. Когда шахту затопили, газ начал, так как он все равно легче воды, он начал себе искать выходы, набираться в большие пузыри, и искать аэрационные трещины в почве. И если эта трещина, ладно, где-то выходит, посидеть улицы. А улицы нет, нам в закрытых помещениях. Да, в закрытых помещениях в подвал вышло, он в 7 раз тяжелее воздуха, он будет лежать там, и если подвал не проветривается, это в зимний период особенно, когда все окна закрываются, в здании будет создан радиационный фон. Это вредно для здоровья. Также вредно и пить воду, я не говорю, что так хорошо, что там не уран. Пить воду с содержанием радона превышающая, я не помню, сколько они сказали, 4 и 9. 4 и 9. 4 и 9 ПДК. Ну, это здесь, конечно, это вредно для здоровья, это заболевания раком легких, пищеводов, много. Ну, мы понимаем, как возникает вредность, но это не система. Меня-то возмущает то, что официальные органы, которые должны довести до народа то, что существует в действительности, а не просто какие-то измышления. Ну, то есть, по факту, получается, как бы, они говорят неправду, и суд признал это, а зачем им это надо тогда? А вот здесь давайте маленько коснемся другого. Я скажу, зачем. Я не хочу сказать, кому. Я не могу назвать фамилии, но кому-то это надо. А вот когда такие жареные факты выскакивают, в СМИ, на общественное обсуждение, можно не гадать на картах и на кофейной гуще. Ну, сейчас это выскочило в преддверии выборов. Совершенно правильно, что не гадать на картах и на кофейной гуще, что скоро будут выборы. Я нисколько не удивлюсь, если вот через неделю с околожириновского лягут телами на эти колонки, будут защищать народ от заражения. А ЛДПР, АКПРФ и единороссы встанут в цепочку от города Абакана и будут рикшами носить в канистрах воду для жителей. Я нисколько не удивлюсь этому. Я как бы даже предвкушаю ваше предположение, скажу, что организовал эти все проверки глава общероссийского народного фронта в Хакасии Евгений Мамаев по линии народного фронта. Но он как бы сейчас не хочет выдвигаться и проходить праймерис Единой России. Больше того, скажу, депутат Государственной Думы по округу Красноярский край Хакасия Тува Сергей Натаров от ЛДПР. Он уже тоже заинтересовался и в своих соцсетях уже писал об этой проблеме. Вот про КПРФ, соответственно, вчера Валентин Олегович на сессии сказал, что уже проводится подвоз воды. Ждем на решение. Вот это вот можно было предвидеть заранее. Это вообще. Но существует другой вопрос. Коль действительно там содержится газ родом, нужно создать какую-то рабочую группу небольшую, специалистов и определить. Почему до того момента, когда его определили, а ведь анализ воды на качество воды, Роспотребнадзор должен делать периодически. Я не помню там вот период, но по-моему в месяц сезонье. Мало и большой меженью уровня воды. Почему они что-то как сегодня определили это что ли? А если определили раньше, почему скрывали? Ну я вот хочу сказать, что один из депутатов Верховного Совета Хакасии, мы вчера с ним разговаривали, он сказал, что проблема вот этой питьевой воды, там засоленность, еще как-то. Я вот не специалист. Нет, содержание солей это другое, не организация воды это другое. И радиоактивность воды. Он сказал, что она была уже много лет. Радиоактивность воды? Ну может я что-то его недопонял, либо он не сильно специалист. Тогда это поле деятельности для ФСБ. Почему люди, работающие на охране здоровья граждан, не реагируют, занимаются его травлей. Это работа органов ФСБ. Заняться этими людьми, почему они скрывают и скрывали. Вот у меня такая позиция. А вот создать рабочую группу, если она появилась, это вот радон появился в этих скважинах недавно, разобраться, почему он там появился. Откуда взялся и что делать дальше? Да. Вот что делать дальше, это там другой вопрос, там есть несколько методик освобождения воды от радона. Есть несколько методик, там есть дорогостоящие, более другие. Но откуда он взялся? Ну по моим предположениям, что серии взрывов на разрезах как раз и создали аэрационные трещины, по которым газ пошел в пласты воды. Ну это вот как вы привели на примере девятого поселка в Черногорске. Да, да, да. Но там вода выдавила его из земли. А здесь, то есть где-то был в полостях он скапывался? Да, нет, он в воде. Он был в воде. А, в любом случае? В любом случае он там был. Но, так как... Ну, как вам показать-то? Дайте листок в ноги. Если вот водный пласт проходит вот так, а скважина забита ниже уровня этого пласта, то есть в середину где-то этого пласта, то газ собирается наверху. Ну я понял, потому что легче. В воду не попадать, то есть с забора воды он не идет. Попасть ему вот в такое вот отверстие тяжело. Но... А взрыва шахта этой скважины? Да, в скважине начался интенсивный сбор в этом пласту, накопление этого газа. И он стал попадать уже в трубу. И здесь его вдруг наши специалисты Роспотребнадзора нашли и определили, что он есть. А вот теперь надо... Если это так, если моя теория этого верна, то надо садиться и думать, какую методику применить для того, чтобы уйти от этого и обеспечить питьевой режим данного населенного пункта нормальной водой. Если эта теория моя верна, то на сегодня нужно немедленно отобрать пробы воды Шалгинова, Оршанова, Кирба. Получается и Усть-Абакан, там тоже разрезы есть. Нет, погоди. А, мы по водным пластам. Да. Вот Калы, там деревня называлась Калы, там Бельского района, около Восточного Бельского разреза. Вот эти вот все населенные пункты, которые находятся в углахных разрезах. И проверить, а там нет ли этой радоновой воды. Хотя радон частично полезен. Ведь мы принимаем, ездим в профилакторию, в санаторий, принимаем радоновые ванны, радоновые грязи, что-то лечим. Но для этого надо, чтобы эти занимались... Но они полезны разово. Да, я и говорю, что разово. А вот, как ты, Андрей, сказал, что там засоленность, а не засоленность, а минерализация, называется минерализация воды. Почему первый горизонт грунтовых вод, допустим, в том же Краснополе, Барки или Смирновка сейчас ее называют, первый горизонт вод, грунтовых вод, он заминерализирован, сильно заминерализирован. Также сильно заминерализированы воды в разрезах, где сейчас добывают уголь и его откачивают. Минерализацию надо удалять. А не знаю, я знаю, что... Ну нет, не работают у них такие очистные сооружения, которые убирают минерализацию воды. Ни на одном разрезе. Ну вот это надо садиться специалистам... Но вот это надо разрабатывать и не говорить полословно. Совершенно правильно. Это надо делать отборы проб. Значит, садиться разбираться, думать, откуда, что и как это взялось, а потом уже объявлять, что у нас вода облучена ураном. У нас нет урана, нигде в Хакасии нет залежей урана. Не то, что там даже промышленных, даже непромышленных залежей нет. Алексей Иванович, я тогда вот уточнил, буквально вчера, вот тоже с теми, связанные с водой, Владимир Николаевич Штегаш сказал, что у нас в Хакасии есть вся таблица Менделеева. Получается, как бы приврал Владимира Николаевича. Или может в каких-то частях все-таки есть? Сказать можно все. Я не говорю, что он соврал, что он обманул. Но найти любой элемент, в любой точке земли, любой элемент, какой-то тебе надо, можно найти. Но так, чтобы он оказывал воздействие на окружающую среду и на людей, живущих в грунтах. Нет, это совершенно другие вещи. Это другие вещи. А о том, что они могут быть здесь, да. Допустим, какие-то соли урана могут быть. В таком мизерном количестве, что они не оказывают воздействие на окружающую среду. А они могут быть. Ну, хотя с той же силы и природный газ находили у нас, и нефть там. Все же находили. И каждое, так сказать, высказывание Владимира Николаевича Штугашева может оценивать по-своему. Одни кричали, что все погибло, все погибло, давайте скорее собирать шмотки и поехали отсюда. Другие, мы помним, кричали, что у нас все есть, дайте немного денег и мы все будем добывать. Совершенно правильно. Мы поставим полностью, обеспечим республику своими сырьевыми ресурсами. Но это не так. Вот это мнение я хотел бы у вас высказать. Спасибо большое, что пришли и поделились своим мнением. До свидания.